Одна из главных тем, которая обсуждается уже после завершения переговоров, сумеют ли все стороны выполнять достигнутые договоренности. Сможет ли президент Порошенко одержать верх над партией войны на Украине, чьи позиции под руководством американских советников очень сильны? И какую партию в действительности он сам представляет? Мнение экспертов и политологов в материале Юрия Липатова. Имплементация. После минских переговоров смысл этого термина из лексикона дипломатов и политиков, похоже, узнали вообще все. Кто следит за новостями относительно украинского кризиса? Тем более, что запомнить его смысл по контексту несложно. Это про необходимость держать данное слово. Теперь, конечно, все будет упираться в имплементацию, в практическое воплощение этих договоренностей. Вот здесь я предвижу большие сложности, значительные трения, потому что разночтения начинаются даже с оценки ситуации в районе Дебальцево. Украинская сторона говорит, что нет окружения, ополченцы говорят, что они замкнули котел, а в зависимости от оценки ситуации, естественно, стороны будут действовать. Можно, я думаю, ожидать определенного давления со стороны европейских столиц на Киев, чтобы Киев выполнял эти соглашения, а не рассчитывал просто на автоматическую поддержку всего, что он делает со стороны Евросоюза, как было до сих пор. Изменился расклад. По сути, лидеры Франции и Германии, поставив свои подписи под текстом договоренности, отошли от прежнего подхода, который можно было сформулировать как «Киеву позволено делать все, что заболгорассудится для восстановления контроля над Донбассом». Гарантом соблюдения этого соглашения является репутация европейских лидеров. По сути, Франсуа Ланд и Ангела Меркель поставили ее на кон. И здесь, если соглашения будут игнорироваться Киевом, то ему придется иметь дело с Европейским Союзом. Консолидированные позиции, который, по сути, уже высказал свое желание не допустить милитаризации Европы, не допустить разрастания вооруженного конфликта. Это реальная перспектива, которая стала возможное столкновение России и Европы. В этой связи, я думаю, что Киев попал в очень непростую ситуацию. Ему придется проводить реформы, ему придется не выпрашивать деньги под проведение так называемой антитеррористической операции, а заниматься мирным трудом. Вот в состоянии ли правительство войны, или партия войны Арсения Яценюка и Петра Порошенко сделать это? Мы посмотрим. Конституционная реформа и особый статус Донбасса теперь зафиксированы в документе. Подписанном лидерами ключевых стран Европы, как обязательство нынешней киевской власти. Оппозиционный блок Верховной Раде на это обращает особое внимание. Внесение изменений в Конституцию, о которых власть говорит уже год, в конце концов должны быть реализованы. И в рамках этих изменений в Конституцию мы можем найти тот компромисс, который станет фундаментом для мира и взаимопонимания в нашей стране, для диалога между Востоком и Западом. Я уверен, что права регионов должны быть защищены как во Львове, так и в Донецке. Без этого стабильности и гарантии мира найти будет сложно. Однако у экспертов серьезные опасения вызывает способность Порошенко контролировать запущенные, в том числе и им самим, процессы в украинском обществе. Волна радикального национализма вполне способна смести его самого. Недаром же на киевских улицах в последние месяцы снова жгли покрышки, пытались штурмовать правительственные здания и призывали к очередному, теперь уже третьему Майдану. Недовольных мирными соглашениями много, и они теперь хорошо вооружены. Мы знаем, что, к сожалению, есть не очень контролируемые силы в так называемых антитеррористических формированиях. И до конца влияние Порошенко на них, к сожалению, не распространяется. Посмотрим, удастся ли действительно этот пункт реализовать. И, наконец, очень важные вопросы для украинской страны – это восстановление контроля Украины над границей с Россией. Но там четко записано, что только после договоренностей с представителями Луганской и Донецкой республики и только после реализации других пунктов соглашения, когда уже климат доверия достигнет такой величины, что они согласятся на то, чтобы Украина восстановила контроль над границей. То есть это не безусловные пункты. Никак нельзя не учитывать и влияние на кризис Соединенных Штатов. Их интересы, как показывает развитие ситуации, во многом противоречат интересам европейских стран. На этом фоне, конечно, диссонансом выглядят позиции Соединенных Штатов Америки, которые до последнего времени оттуда звучали и призывы, и не только призывы, но и конкретные действия законодателей Соединенных Штатов Америки о поставках летального оружия на Украину. И это еще раз показывает, кто представляет собой партию войны, а кто представляет партию мира. Эти слова председатель Госдумы произнес после встречи с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ. Именно наблюдатели ОБСЕ должны будут контролировать исполнение договоренностей об отводе тяжелого вооружения и режиме прекращения огня. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные системы и прочее. Безусловно, мы приветствуем эти переговоры и достигнутые соглашения, потому что они предоставляют возможность вести политический диалог и разрешить конфликт дипломатическим путем, а не посредством ведения войны. Безусловно, международному сообществу еще предстоит проделать огромную работу. Необходимо сотрудничество всех партнеров для того, чтобы двигаться по конструктивному пути. Теперь Киеву, которая настаивает на том, что Донбасс должен оставаться частью Украины, предстоит сделать много шагов и в части экономики тоже. Иначе не может быть и речи ни о какой лояльности населения, то есть о немедленном прекращении финансовой блокады и о восстановлении инфраструктуры, разрушенной украинскими силовиками. Пенсионеры, граждане Украины, которые проживают на части Донецкой и Луганской области, они фактически полгода не получают своих заработанных денег. Пенсии, зарплаты, но это действительно преступление. И для этих людей это катастрофа. И в этом отношении государство Украины просто обязано принять все возможные усилия и меры для того, чтобы исправить эту ситуацию. Тот факт, что на новые мирные соглашения Киев решился только после того, как ополченцы в очередной раз взяли в окружение силовиков, начавших было наступление, многим экспертам кажется свидетельством того, что настоящее намерение украинская сторона скрывает. Просто надо быть трезвыми, отдавать себе отчет в том, кто же на самом деле находится у власти в Киеве. К сожалению, это не политики, способные к стратегической оценке интересов собственного государства. Там огромное количество авантюристов, огромное количество полукриминальных бывших олигархов и большое количество людей зараженных вот такой неонацистской почти что ненавистью, которая просто не способна к системному мышлению. И они могут представлять серьезную угрозу для мирного процесса. Против мира выступает главный выгодополучатель с этой кровавой бойни в Донбассе. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. По итогам минских переговоров, по духу подписанного документа, одобренного, Соединенные Штаты это единственный проигравший по всем статьям. И политический, и геополитический, и даже чисто технический. Все, что будут теперь делать Соединенные Штаты, вопреки подписанным договоренностям, будут обличать его как мирового агрессора, как незаконного торговца оружием и как абсолютно незаконного поджигателя войны. Соединенные Штаты проиграли геополитически. Впервые Европа сделала шаг не из-под зонтика американского, а во всяком случае в направлении России. Еще одним комментарием к завершившимся в Минске переговорам стали слова министра иностранных дел, который он произнес на торжественном собрании, посвященном Дню Дипломата. Уверенность в своих силах нам придает то, что Россия выступает не против каких-либо государств и их объединений, а наоборот за утверждение в международных отношениях принципов равенства, взаимного учета интересов, коллективного урегулирования ключевых проблем при опоре на международные права и центральную роль организации обедненных наций. Сергей Лавров заявил, что нет ничего абсурднее, чем пытаться обвинять Россию в подрыве международных устоев, а недовольство позиции нашей страны, по его мнению, демонстрируют те, кто всеми силами пытается сохранить господствующее положение, игнорируя тот очевидный уже факт, что в мире возникло множество новых политических и экономических центров. Юрий Липатов, Ксения Гомонова, Нина Хорева, Анна Шаргатова, Первый канал.